Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Смотри, на самом деле, да, всё, что забыл человек, вот вынес, вынеся из себя Бога, это он забыл о своём интересе. Смотри, вот когда нам с тобой интересно, да, мы вместе с интересом принимаем в себя Бога, да, чётко? Чётко. А когда у человека вынесен Бог, вынесен интерес, вот, кстати, смотри, как вынести Бога из человека? Вынеси интерес из человека. И направь его, вот делай то, вот делай то, посмотри, вот это вот правильно, а это неправильно. смотри, и пошёл, и пошёл, виляет человек. И начинаются болезни, потому что неинтересны, потому что скучно. Начинаются обиды, зависти, вина. Слушай, настолько так ещё и... Вынес интереса, заставь служить своей мечте. Да. Мы вместе построим светлое будущее коммунизма. Да, да. А своей мечты нету. И точно так же, ты там заработаешь денег, иначе ты умрёшь, не прокормишься, нищета там и так далее. Как это ты не будешь работать? Иди учись, чтобы работать там, где тебе неинтересно, но где будет больше плата. Какие подмены? А теперь вот эти все слова, первыми от кого дети слышат? Это родители. Родитель – это тот, кто встречает ребёнка в этом мире. И, кстати, и в этом теме, в этой теме наша перезагрузка человека, когда мы помогаем человеку зачистить метки, и он сам себя встречает, когда он себя, когда он рождается, да, и в психике меняешь образ родителя на его самого, и он это ещё проживает, как опыт в этих состояниях, в которые мы вводим, то это даёт невероятный выхлоп по здоровью, потому что первые травмы и первая активация меток, в том числе и родовых, и кармических идёт, благодаря родителям в момент, когда он родился, и в первые годы жизни. И если это всё грамотно провести и зачистить, то это уже полдела сделано. Но только пол. Потому что человек, с одной стороны, он может чуть-чуть проснуться, и чуть-чуть облегчить себе вот эти моменты, связанные с родом и с кармой, а с другой стороны, всё равно это надо осознать, принять, трансформировать и увидеть в этом счастье. И всё равно заход будет с обратной стороны, потому что парадокс, парадокс, везде парадокс. и прямолинейности быть не может. И в этом плане наш курс, заявка на счастье, он просто офигенный. И не только он, кстати. И вот эти вот штуки с рождением, с родом тоже. И с кармой, вот эти штуки тоже. У нас просто всё, что мы даём человеку перетрансформировать, мы даём очень большие объёмы переделать и вывести на другие частоты. Мы учим человека звучать в гармонии с окружающим миром и на высокой частотности. Послушайте, мы знаешь, что делать? Мы возвращаем человека, во всяком случае, приближаем к тому состоянию, в котором рождается ребенок. Изначальному, да. Мы очень близко его подводим, но при этом сохраняем восприятие. То есть у него сохраняется нормальное восприятие звука, визуальной. Вкус, цвет, кинестетика, у него всё это сохраняется. Потому что у ребёнка спектр немножко другой. Немножко, амножко другой, да. А мы, когда работаем, мы, получается, спектр восприятия сохраняем, но при этом возвращаем практически к изначальному звучанию. И за счёт этого тоже очень многое меняется. По сути дела, вот когда я смотрю на тот процесс, который мы перезапускаем, да, он сородни инкарнационному процессу без смены тела. И с перезаписью информации на новую жизнь. Совсем на новую. С этой точки отсчёта. Да, а теперь смотри. Не знаю, как на камеру это. А вот смотри теперь. На курсе мы говорим о том, что мы сами себе создадим ДНК, да, на эту жизнь. И вот теперь смотри, мы людей подводим, возвращаем в первоначальное состояние, да, либо даже с человеком, с человеком, там, ну, переделываем кое-что там, в психике, да, делаем. И всё равно итог это само желание у человека, да, это я к чему. Что если мы на эту жизнь себе ткём ДНК, то точно так же, что бы мы с тобой ни делали. у человека должен быть. Точно это он, его согласие принять нас или не принять даёт результат. Скажи. Да. То есть даже здесь получается мы везде, это мы сами всё делаем. Абсолютно. Всё, сам человек. И самое главное, что если посмотреть на каждого человека, да, то нету человека лучше или хуже. Все одинаково боги. Вопрос, что все по-разному осознаются, но все играют на абсолютно одинаковых условиях. Нету приоритетных богов и неприоритетных. Нету. Вопрос, спит или осознаётся. и последний выбор всё равно остаётся за богом в человеке, да. И симуляция не может ограничить выбор этого бога. То есть ты можешь взять под управление его сознание, можешь всё, что угодно, до момента, пока у человека не включается так стоп, не я вот здесь приму такое решение. И фух, его решение ушло в доминанта. Хотя в субъективном восприятии казалось бы, нет, нифига, что хочу, так будет. Хочу работать тогда, когда человек не осознаётся. Поэтому смотри, поэтому знание всегда, я сейчас как никогда осознаю, почему знания всегда закрывались. Потому что боялись дать обезьяне гранату. Это правда. Это 200% правда. я осознаю, почему сектовались. Почему нужны были просто люди, которые тупо бьются башкой и выполняют физическую работу. Потому что в противном случае ты не будешь управлять человеком, ты не сможешь подменить его мечту на свою, ты не сможешь всунуть ему то решение, которое надо тебе. Потому что за ним остается право на последнее решение, на последнее слово. Кстати, в судах последнее слово откуда пошло? Из симуляции. Все по образу и подобию. Потому что в симуляции последнее слово остается за человеком. Другой вопрос. Если человек болван, болван, я имею ввиду болван или всех своих мозгов нету. И этот болван не способен принять решение. Значит, будет решающий. Так, а он согласится с этим? И это будет его решение? А он согласится, потому что он болван? Потому что он болван. Точно так же смотри, через психотехники человеку обрезается спектр принятие решения и получается религиозный фанатизм на чем? Вот человек раз и упирается в какую-то догму. И потом в сознании выключается и включается фанат. И все, у него разума нету. Здравомыслия отсутствует, потому что он уперся в эту черту. Потому что дальше спектр обрезан. Обрезан для того, чтобы им управлять. Потому что если ты оставишь этот спектр, то у него в этом спектре будет лежать решение, как отказ. Слышишь, от чего ты мной командуешь? Как хочу, так и живу. Мое право. Мое слово последнее. Так вот, смотри, даже в неосознанном состоянии все равно вопрос у человека. А он в неосознанном состоянии говорит, да, согласен. Смотри, о чем, договоры. Вот тебе, пожалуйста, это договоры. Да. Контракт на бессознательном уровне. Именно бессознательный уровень. А контракты на бессознательном уровне, смотри, они же лежат, это поверхность на самом деле. Мы при погружении это происходит вообще. Вот эпигенетика, и они практически в эпигенетике лежат. Однозначно. То есть они на уровне меток все пошли. Да, да, да. Даже нырять никуда не надо. И самое главное, что ты туда же можешь вставлять новые. И человек вообще этого не распознает. Но это примитив. Я это даже в книжках описала как примитив. И там ну через тело гонишь и все. Это неинтересно. Это интересно, когда ты ничего другого не знаешь. То есть у меня был в жизни период, когда мне казалось это вау, как круто, как это я свою мысль запулю, и он сейчас пойдет ее реализует. Да. А потом я поняла это не круто. Это глупо. А когда поняла? Когда Наташа переступила за черту. За черту. Да. Когда за черту однозначно. За черту. А черта это вот этот слой. Ограничение социума. Это вот этот слой. То, что удерживает в коллективном. Поэтому родилось название коллективное бессознательное вот в следующей книге. Потому что на самом деле оно бессознательное. Но у этого бессознательного есть очень даже нормальное управляющее сознательное. Вопрос, в этом ли веке оно было, если брать определенные структуры, или оно уже давно выбыло, а его никто не смог заменить на этом месте. Такое часто бывает. Структура сохраняется. Тор работает, поддерживается, система, сама система. Но при этом головы нет. Как техническое устройство работает. Сколько таких эгрегорных структур мы встречали? Много? Много, да. А теперь смотри. Ой, блин, это вот сейчас мысль пришла в голову. А теперь смотри, как у человека разделение. Голова смотрит в одну сторону, тело в другую, подсознание. Точно так же, как будто голова нет этого тела. Очень большое. Это оздорово мысли у большого количества людей. То, о чем мы сегодня вначале говорили. Ой, Грегоров точно так же была голова и нет головы. Слушай, я уже две черты осознала. О кому с тобой разговаривать? Есть две черты. Вторую не знаю. Первую вот то, что мы разрушали, когда мы человека доставали, вот ту помню. А первую про это, что договора? А, эпигенетическая, да, это кармическая родовая, да. Две черты. Если вот так взять, смотри, вторая черта, через которую мы переводили, да, назад возвращаем, это черта и тоже, тоже как своего рода согласие. то есть это согласие получается согласие человека, знаешь, когда человек сюда шел, согласие самого себе, то есть с самим собой договор в это время идти. Ну, отмеренный ресурс на жизнь. Ровно берешь с собой в магазин столько денег, сколько тебе надо. И если вдруг тебе понравилось в магазине и хочешь купить еще, потом трепыхаешься вот так уже без денег не можешь. да, тогда смотри, тогда смотри, если, если, а мы возвращаем человека. А ресурса нет. Если он был за чертой, то ресурса нет. То тогда надо искать, как сделать перезагрузку без смены физического тела на черное. Это вообще, знаешь, как по-другому. Тогда это надо. Тогда это надо. Блин, это как-то надо договариваться именно конкретно. Блин, как бы, прям ловлю, 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 не могу сломать. С самим человеком, но с ним не здесь, а с ним там. Там, именно там. С его отражением. Только в момент, либо когда сломили на уху, уже перешел черту, либо момент, вот именно момент, выхода из тела. Один момент ключевой, когда он из тела будет вылетать. Потому что, когда он вылетает из тела, это первый шок. у него есть желание вернуться, у большинства. А вот момент, когда этот шок проходит, немного времени. А шок проходит, когда он переходит черту? Не, раньше проходит шок. Вот у этого, который в коме стоял возле тела, у него вообще шока не было. Он вообще абсолютно спокойно говорил, что помирать не собирался, если можем помочь, помогите. А знаешь, почему? Потому что у него ресурсы дохрена было. Это не его сценарий был. Не его? Это он под раздачу попал. Блин, есть о чем мне. Но это все договора. А мне почему-то хочется, знаешь, какой момент? Момент рождения этого человека. даже внутриутробное договорчик там. Ну да. Основные договора будут там. Но не все. Не все, но смотри, даже не в начало, вот как мы делаем, а в конце, я бы сказала. Где-то там, когда я так сейчас прощупываю приблизительно. я бы даже, блин, я бы даже честно скажу, я бы даже, наверное, в момент, когда ты сам принимаешь роды свои, встречи, вот в этот момент. Заложила. Ты знаешь, я сегодня во время твоей загрузки словила одну интересную мысль. именно как строится переотражение физического тела. И я четко осознаю, что если с одной из сторон пропало изображение голографическое тело, то это однозначно смерть. Причем неважно, с какой стороны оно пропало. Вопрос, каким образом может пропасть изображение. это уже дело техники. Там уже пошла физика. Если ты смотришь переотражение, ну вот у тебя экран диапроектора работает, у тебя на экране диапроектора раз и пропало тело. Тело пропало. Здесь пропало, а там ушло. Потому что здесь нету, потому что повторное переотражение это переотражается туда, то переотражается сюда. И цепочка должна быть непрерывна, как игра в теннис настольный. Шарик пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Как только шарик упал, все, новый сет пошел. Так и здесь. Один в один. Поэтому вот эта черная магия, она имеет результат. Что они делают? Они вот так одну часть колбасят. Либо используя зеркала, либо еще что-нибудь. Но они не понимают, что они свою собственную часть колбасит. Поэтому я всегда говорю, не занимайтесь вот этой херней. Себе вред наносите. То есть имеешь в виду отражение, отражение, отражение. Да. Отражение зазеркали. Надсознание, подсознание, надсознание, подсознание, надсознание, подсознание. И оно в реальность транслируется. Каждый раз обновляется информация. Движение тетрайдеров. Дыхание. Пульс. А теперь смотри на камеру. А теперь смотри во время нашего разговора, да, вдруг я осознаю египтяне. Ты знаешь, что похоже на то, что мы живем то в зазеркалье, то в реальности. Мы не живем все время в реальности. у меня такое чувство, что у нас сейчас, вот сейчас переход у людей именно в зазеркаль, ну, в обратную часть. В обратную часть. И вот почему египтяне выход, ну, как говорили, они ходили по параллелям, там могли, да, ходить, потому что, потому что это их, это их реальность. Но был уже переход сюда. Смотри, и получается, и получается, когда вот как мы здесь находимся в этой реальности, да, мы не осознаем себя богами, мы не, мы засыпаем, а когда мы там, мы боги. То есть проживание, вот сейчас мы переходим именно в состояние, когда просыпается бог. Да. Смотри, возьми тогда ведов этих, кто там еще, староверы, кто там еще, да, старорусы, кто там их там. Блин, Наташа, вот я осознаю вот это. Именно это я тебе хотела сказать, я осознаю. И вот они переходы. Нету, мы никогда живем на этой, кстати, это после сегодняшнего погружения. Вот это, когда я осознала, что человек сам с собой играет. Со своим отражением. Со своим отражением, да. Когда мы играем до тех пор, пока ему интересны, пока с отражением. А потом уходит и начинает другой переход в это, в зазеркалье туда, а там совсем все по-другому. И возьми, кстати, ночь. То же самое. То же самое. И тогда получается миги, а вот смотри, тоже миг, этот бессознательный договор с человеком, когда? во время мига. В момент перехода. Блядь, сегодня в 3 часа ночи, как я час не могла уснуть, это в 4 сказали. В момент перехода, а мы еще не умеем этим пользоваться. Вот смотри, у тебя уже не первый раз, когда ты в 3 часа ночи, да это вообще часто, и у меня такое, мы не умеем использовать это время. А его надо использовать. Именно в это время было бы нам с тобой хорошо вдвоем поработать. А сегодня мы вообще мы споймали бы этого мужика, конкретно споймали бы засунули его. Понимаешь, момент перехода, возьми этого мужика в 4 утра. в 4 утра.